Сезон круизных лайнеров открыт. Первая ласточка пришвартовалась в порту Владивостока. На ее борту более 600 туристов из Европы. В этом году запланировано 16 визитов лайнеров. В том числе впервые в Владивосток зайдет гигант, на борту которого будет 5000 пассажиров. Ансамбль барабанщиц это традиция. Они встречают заморских туристов всегда. Да, Владивосток принимает первый в этом году круизный лайнер. Обычно морской турпоток стартует ранней весной. Нам очень понравилось, впечатлений очень много. Ребенку тоже очень понравилось. Он просто счастлив. Я говорю, не пожалела, что рано встали, сказала, что нет. Как тебе русские традиции-то понравились? Да. Что больше всего? Как люди танцуют разные танцы. Открывает круизный сезон лайнер «Альбатрос». Далеко не самое крупное судно из заходивших во Владивосток. На борту около 400 членов экипажа и 635 пассажиров. В основном граждане Германии. Для сравнения, самый большой в истории приморской столицы лайнер «Сплендида» привез в прошлом году почти 4000 туристов. Мы планируем, что и количество судов круизных и пассажиропоток будет больше, чем в предыдущие годы. Что свидетельствует об активном развитии круизного рынка здесь, в нашем азиатском Тихоянском регионе. У лайнера туристов уже ждут автобусы. Для гостей Краевого центра – обзорная экскурсия. На знакомство с городом у них 9 часов. Я знаю, что одно из направлений – гастрономический туризм. Поэтому этим мы уже удивляем. Ну а повозить можно везде. Фишка Владивостока – это природа. В 6 вечера Альбатрос покинет Владивосток. Он отправится в крупнейший японский порт Йокогама. В этом году столицу Приморья посетят еще 15 круизных лайнеров. Необычным для города станет и одновременный визит двух лайнеров 22 апреля. А в сентябре порт посетят два багамских гиганта. Стас Васильченко, Константин Рискин. Панорама.